В эфире программа Познер. Гость программы, мэр города Москвы, Сергей Собянин. Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Спасибо, что вы пришли, нашли время. Вам спасибо, что пригласили. Господин Владимирович, взаимное спасибо. Давайте так, мы начнем с вопросов, которые присланы на сайт Первого канала. Ваш адрес. Вообще пришло, как вы понимаете, много вопросов. Но мы отобрали те, которых у меня нет, чтобы с этим покончить. Екатерина Куликова. Здравствуйте. Как вы считаете, справедливы ли нападки на Лужкова после его увольнения? Это становится традицией России. Кидать в спину камни, как будто ничего хорошего он не сделал. Владимир Владимирович, если вы и наши слушатели проанализируют мои выступления, я ни разу ничего плохого о Юрии Михайловиче не сказал. Это моя принципиальная позиция. Даже когда я выступал в Думе, я сказал, что, наверное, можно искать виноватых. Но, на мой взгляд, это не очень интересно и не очень продуктивно. Главное, никто виноват. А что делать? Какая ситуация? Это гораздо интереснее, это гораздо больше волнует людей. Это правда. Владимир Васильевич Дунаев. Господин Собянин, почему в Москве такое количество нелегальных мигрантов и нагородцев? Так скоро и москвичей в Москве не останется. Власть собирается как-то решать эту проблему? Или ждет, когда уже с Кавказа и Средней Азии все переселятся в Москву и в ближайшие российские регионы? Надо отдать должность, что мигранты приезжают не просто как туристы сюда, а они, как правило, в Москве работают. Другой вопрос, где? Как правило, они выполняют не самую квалифицированную работу, но, тем не менее, они работают. А если не работают, значит, есть потребность в этой работе. Другой вопрос, что, как зрители задают, они не должны быть нелегальными. Процесс, как и везде, должен регулироваться. Они должны быть зарегистрированы. Они должны платить налоги, они должны быть под надзором соответствующих органов, в том числе миграционных. И это, конечно, задача, которую мы должны решить. Москва должна иметь четкое представление, сколько у нас людей находится, что они здесь делают. И самое главное, чтобы они создавали одинаковую среду и конкуренцию между различными видами трудящихся. Потому что человек, который не платит налогов, которому платят мизерную зарплату, он, конечно, вне конкуренции. Это означает, что наши строительные компании и другие компании, которые их привлекают, заинтересованы в первую очередь брать людей, с которыми не надо церемониться. Но чтобы этого не было, нужно заставить всех их поставить на учет и платить то, что требуется. И сегодня мы договорились и с МВД, и с миграционной службой, чтобы последовательно месяц за месяцем наводили там порядок. И сегодня, в принципе, такая положительная динамика есть. Но это не простой вопрос. У вас есть хотя бы приблизительные представления о том, сколько их в Москве? Да. Если говорить о мигрантов из-за границы, то на сегодняшний день реально здесь проживающих и работающих около 400 тысяч. 400 тысяч? Да. 400 тысяч, не считая временно прибывающих, туристов, проезжих и так далее. Это из Средней Азии, из Кавказа, да? Какой Кавказ? Я говорю, из-за границы. За Кавказе, да. Из них 200 тысяч зарегистрированные стоят на учете. Примерно столько же, к сожалению, пока еще являются, как вы сказали, нелегальными. Причем они легально находятся в Москве, потому что через границу они не могут нелегально перейти. Но они не зарегистрированы, как работающие мигранты. Кирилл Алексеевич Балберов. Сергей Семенович, что мне делать, если я поддерживаю вашу программу, но не поддерживаю Единую Россию? Как я должен проголосовать? Владимир Владимирович, на самом деле, это непраздный вопрос. Непраздный. И на самом деле, вот не поверите, буквально перед тем, как с вас зайти, я с коллегами обсуждал именно этот вопрос. Это парадокс. Я лидер Единой России, я возглавляю городскую организацию. Многие люди, и это, я считаю, одно из самых больших достоинств сегодняшнего правительства, в него начинают верить люди. Но рейтинг Единой России растет гораздо медленнее. Это некий нонс такой. Потому что я, как руководитель города, вне политики быть не могу. Это означает, что если сегодня Единая Россия является правящей партией, и у нас есть поддержка в городской думе, в государственной думе, все, что мы делаем, мы проводим с помощью законов, бюджета, программ. Представьте себе ситуацию. Пришли оппозиционные партии. Мы с вами такую имели ситуацию в конце 90-х годов. Я помню колоссальный поток популистских законов, которые вообще нас никуда не вели. Сегодня, может, кому-то нравится или не нравится эта партия, но тем не менее, это партия, которая позволяет реализовать то, что мы говорим и то, что мы задумали. А так будут все говорить, и они будут что-то говорить. И мы будем говорить, что реально это реализовать будет невозможно. Надо себе четко понимать. Это не игра в политику, это реальная политика, это реальные деньги, реальные ресурсы, реальные движения, реальные программы. И если все это растянуть в разные концы, ничего хорошего для России, я убежден, не будет. Поэтому я считаю, что оторвать, я делаю, сказать, парень, ты хорошо работаешь, мы к тебе хорошо относимся. Но к твоей партии мы относимся плохо, и голосовать за нее не будем. Это означает, что вы не будете голосовать за то, что сегодня происходит в городе. И вы сами себе такой шлагбаум повесьте. Мы не хотим, чтобы было так дальше. Мы хотим как-то иначе. А как? Ответа пока наши оппоненты толком сказать не могут. А Юлия Ц так пописалась. Довольно такой конкретный, любопытный вопрос. Как вы знаете, группа людей борется за восстановление усадьбы Архангельская. В изначальных границах. И не без успеха. Недавно мы узнали, что при расширении границ Москвы, часть этой охранной зоны стала частью Москвы. Зачем это сделано? По недосмотру? Или в угоду тех, кто хотят воспользоваться уникальным памятником в собственных финансовых целях? Переход в Москву и охрана памятников – это вещи разные. Перейдя в Москву, этот памятник… Часть памятника. Часть памятника. Она не становится не памятником. Она как была памятником, как являлась охранная зона, так и будет являться. Ничего в этом плане не происходит. То есть опасаться не надо? Абсолютно. Наоборот, та часть, которая является охраной, там ничего происходить не будет. Там, где она не является, независимо, будет она в Москве, не будет она в Москве. Она будет застраиваться так, как существуют сегодняшние генеральные планы развития этой территории. Последний вопрос. Артур Эдуардович Бали. Уважаемый Сергей Семенович, я гражданин Российской Федерации, зарегистрированный на постоянной основе в городе Москве, но не обладающий славянской внешностью. В последнее время столкнулся со сложностью при поиске работы. Каждое второе объявление содержит вот такой текст. Требование к кандидату к гражданству Российской Федерации, Украины или Белоруссии. Грамотная речь, возраст от 25 лет, строго славянская внешность. Мне смешно, пока. А вам? Владимир Владимирович, вы прочитали сначала первый вопрос или второй по поводу того, доколе мы можем терпеть мигрантов из-за границы, почему это не русские. Второй вопрос задается, а почему мы не имеем права работать так, как все остальные. Мы россияне, мы граждане этой страны. И это, конечно, такой объективный, существующий конфликт. И это вопрос национальной политики. С русской ты внешностью, нерусской внешностью. Если ты гражданин России, если у тебя есть все права, их никто не праве ущемлять. Такого рода объявления, я не знаю насчет того, что каждое второе объявление, я очень сомневаюсь. Но вот то, что ты, живя в стране, обязан чтить обычаи, что ты, живя в этой стране, если ты хочешь здесь работать, все-таки должен выучить тот язык, на котором говорит большинство, это норма. Это обязанность твоя, гражданская обязанность. Это правильно. Ну что ж, переходим уже к вопросам моим. Спасибо большое. Значит, вот первый вопрос связан с некоторой закрытостью процедуры выдвижения кандидатов в мэры. Вот как это происходило у вас год назад? Вот как происходило ваше значение руководителям администрации? Вы сами рассказали. Вы сказали так. Президент сказал, что у него две новости. Одна хорошая, другая плохая. Я говорю, Владимир Владимирович, может тогда начнем с плохой? Он говорит, я предлагаю вам оставить должность губернатора Тюменской области. Тогда, может, сразу перейдем к хорошей? Хорошей было предложение о новом назначении. Так вот, предложение статом мэра Москвы. Во-первых, это была хорошая и плохая. Это была новость. Просто новость. Не будем. Но на самом деле, для человека, который профессионально занимается вопросами управления, государственного управления, управление таким мегаполисом, это вызов. И его можно испугаться, от него можно сторониться, а можно согласиться и сказать, да, я это могу, я это знаю, и я постараюсь это сделать. То, что от меня зависит. Мне кажется, это интересная работа. Она, как вы догадываетесь, совсем непростая. Она сложная, она мужская, серьезная работа. Но интересная. Значит, вы так же еще сказали, что должность с приставкой мэр у меня вторая жизнь. Имея в виду, что в 90-е годы вы были избраны мэром Коголыма. Коголым, кажется, означает в переводе гиблое место. Сейчас вы мэр Москвы. Тоже место, скажем так, непростое. И вы еще вспоминаете, что когда тогда вас назначали, ваша мама сказала так, сынок, ну куда ты поперся в эти мэры? Там же одни проблемы. Ты все здоровье положишь на эту работу. Ну так оно и получилось. Я не то, что все здоровье, я всю свою жизнь положил на эту работу, но при этом никогда об этом не жалел. Не жалейте. И не жалейте. И не жалейте. Значит, вас назначили. Говорят, что именно в свое время вы были инициатором ликвидации выборности мэров-губернаторов. Это правда? Нет, я не был инициатором. Но на самом деле, работая еще в Совете Федерации, возглавляя комитет по конституционному законодательству, я поддержал эту инициативу, в силу того, что на самом деле в тот период произошла явная, очевидная деградация механизма выборов. У нас стали, по сути дела, если немножко вернуться назад, были выборы, и это было неплохо. Есть выборы, которые проходят в Германии, в Америке, еще. Но есть такая поговорка, что хорошо для немца, то не всегда хорошо для россиян. У нас выборы превратились в фарс в какой-то период. И люди избирались бесконечно, беспроблемно, без какого-то серьезной конкуренции. И это, конечно, было в тот период плохо. Начало губительно действовать на страну. Поэтому я это поддержал, считаю это правильным. Хотя я сам в свое время прошел эту конкуренцию, прошел выборы, но это было исключением по стране. И то, если бы я не занимал достаточно высокую должность, у меня просто бы смели с этих выборов, и никогда я бы не состоялся как губернатор. Скажите, пожалуйста, вы предполагаете в будущем вернуться к избирательности? Как вы думаете? Вадим Вадимович, я мэр города. Возвращаться или не возвращаться к выборности, это дело Государственной Думы, дело федеральной политики. Вы приступили к работе год назад, 21 числа исполнилось год. Что вы ожидали и чего вы не ожидали совершенно, приступая к этой работе? С учетом той школы, которая у меня есть, мне было трудно чем-либо удивить. Неужели? Неужели, да. Ну, я все-таки почти 20 лет занимаюсь этой работой, и последние 5 лет жил в Москве, поэтому, в общем, ситуацию в целом представлял. Но, что меня удивило, и, в общем-то, действительно, не то, что уж сильно удивило, но неприятно удивило отсутствие многих заделок. Помните полемику вокруг метро и метростроения? Да. Когда от федерации в жестком таком ключе требовали ресурсы, деньги на строительство метрополитена. Говорили о том, что даже в Отечественную войну Гитлер не остановил строительство метрополитена. Что ему надо строить. Хорошо, я пришел и сказал, давайте строить. Сколько нужно денег на метростроение? Давайте сконцентрируем ресурсы. Мы это сделали. Мы выделили денег в 20 с лишним раза больше. Оказалось, что они не востребованы. Потому что нет подготовленных площадок, нет трасс, нет проектов, нет изучаний. Нет ничего для того, чтобы это строить. Чтобы это все реализовать, даже предварительную работу, нужно 3-4 года. Вот это, конечно, было неприятное удивление. Тем не менее, мы стараемся, конечно, не ждать 3-4 года. Мы вошли в те стройки, где это можно. И сегодня наращиваем строительный комплекс метростроения. По поводу вашего назначения, вернее, о годовщине в должности, вы сказали вот как. Это как свадьба. Не финал, а начало трудной жизни. Так и здесь. У тебя есть медовый месяц, когда ты можешь обещать все, что угодно. Но потом начинается будний, и ты должен отвечать на запросы людей. Значит, вопрос. Вообще, у вас был медовый месяц в этой должности? Какие вы дали обещания? Вадим Ильич, я вот на медне отчитывался в Думе. Я уж не стал так пристально и акцентированно говорить о том, что я обещал. Но я для себя сделал такую табличку и просто выписал то, что я обещал, вступая в эту должность, и то, что сегодня происходит. Практически нет ни одного тезиса, нет ни одного обещания, по которым мы не приступили к реализации или не сделали позитивный шаг вперед. Ни одного. Поэтому, когда вы говорите медовый месяц, я прекрасно понимал, что он быстро закончится. И прекрасно понимаю, что за свои слова придется отвечать. Поэтому, на самом деле, он не был таким сладким. Я понимал, что за каждое слово здесь, в этой студии, в других студиях, перед людьми придется отвечать. Поэтому я, по-моему, ничего лишнего не говорил. Я говорил о том, что надо заниматься транспортом. Мы сконцентрировали колоссальный ресурс, создали самую большую на постсоветском пространстве программу развития транспортной системы. Я говорил про здравоохранение. Мы сконцентрировали колоссальный ресурс и начали очень быстро двигаться не только по реформе здравоохранения, обновлению материальной базы, обеспечению самой современной техникой и так далее. Я пообещал, что мы все социальные достижения Москвы, они действительно очень неплохи были. Не только сохраним, но и сделаем их более адресными, направленными на человека. Мы это сделали. Нет ни одного обещания, которое я давал, по которому сказали, нет, мы погорячились, мы этого делать не будем. Вы знаете, что касается ресурсов, то у телевидения главный ресурс реклама. Так что, с вашего позволения, мы ненадолго уйдем на рекламу, а вы не уходите. Спасибо, реклама. Вы знаете, вчера вечером я ужинал с друзьями, и я им сказал, что вот вы будете в гостях. Ну и тут посыпались вопросы и комментарии и так далее. И одна из тем, которая возникала постоянно, это то, что власть, федеральная или местная, очень мало разговаривает напрямую с людьми. Мало объясняет, почему мы делаем так, почему надо принимать такое-то решение. И поэтому реакция такая, что принимается в штыки. То, что люди не понимают почему. Ну, например, вот, скажем, пресловутая перекладка плитки, вот, вместо асфальта. Значит, опрос летом показал, что 52% населения против. Почему они против, непонятно. Они против в принципе. Вот что-то задумали, что-то здесь не так, и вот мы против. Вот, вам не кажется, что вот этот упрек, отсутствие заранее говорить, объяснять, что это упрек реальный? Владимир Владимирович, согласен, действительно реальный, и действительно это так. Мы не научились, у нас нет такого механизма, с помощью которого мы не просто что-то объяснили, мы объясняем. Важно это не просто объяснить где-то, а чтобы твои объяснения дошли до людей. Конечно. Потому что у нас люди очень редко смотрят какие-то новостные, серьезные программы. Они далеко не все читают газеты. И для того, чтобы вот эту информационную стенку между людьми и властью пробить, мало того, что выйти и что-то сказать. По той же плитке достаточно много было интервью, было там объяснений и так далее. Это мало кого касается, касается тогда, когда у тебя под носом разрыли тротуар, по которому ты каждый день ходишь. Вот это да, вот это вызов. Конечно, ничего плохого мы не делали. А с чего вы исходили, приняв это решение? Почему вы заменяете асфальт плиткой? На самом деле мы же понимали, что это создаст время производства этих работ, вызовет колоссальные неудобства для людей. И можно было этого не делать, тем более год-то такой проблемный, только пришел к власти, тебя не знают, не понимают. Может, там действительно твоя жена чего-то там хочет на этой плитке нажиться, может, еще чего-то там. Не надо было рисковать, спокойно. Ну, лежит этот асфальт, лежит. Ровно год тому назад, вы помните, жаркое лето, люди задыхались от жары. И смертность в Москве, особенно в центре города, серьезно выросла. И этот безобидный асфальт, он сыграл не последнюю роль, особенно в центральной части города. Он разогревается гораздо больше, чем воздух. Во время разогрева до 70 градусов температуры он начинает выделять целый букет удивительных веществ, типа бензопирена, бензола и так далее и тому подобное. И по объему выбросов ледных веществ он сопоставим с выхлопами машин. Это все в центре города, где нет ни зелени, ни парков, ни скверов. Конечно, это нужно делать. Вы ездите по всему миру, вы бываете в городах, Европе, в Америке. Я думаю, вы нигде не видели, чтобы кто-то укладывал тротуар и асфальт. Никогда и нигде, это правда. Почему? Это же вопрос не экономики. Хотя, да, говорят, что более экономично и плитку укладывать, у них больше жизненный цикл и так далее. На самом деле не это главное. Если мы серьезно хотим заниматься экологией, то фактор, который является одним из основных, мы должны им заниматься. Иначе можно было бы сказать, давайте не будем заниматься выхлопами автомашин, давайте не будем заниматься парками, давайте не будем заниматься контролем за воздухом. Ничем не заниматься. Такой же фактор, как и все остальные. Да, это трудно, это надо пережить. Но, в конце концов, это не такой большой период времени. Это ответственно решение. Но объяснить его и довести это до людей оказалось крайне сложно. И это, конечно, такой вызов. Понятно. Но вот мне все-таки кажется, что есть новостные программы, есть возможности заранее сказать, что вот имейте в виду, вот что происходит, чтобы как-то люди понимали. И то же самое, вот скажем, выделенные полосы для общественного транспорта. Это возникло совершенно неожиданно для многих. Все начинают говорить, что из-за этого еще больше пробок, никуда не могу проехать. Но вот вы тоже могли бы этого не делать. Зачем вам эти неприятности? Зачем вы это делаете? Это такой же эффект. На самом деле, об этом говорилось с самого начала. Можно посмотреть первоочередные меры проведения, о которых мы говорили год тому назад. Мы показывали опыт других стран. Еще раз говорю, когда это просто говорится, оно мало кого касается, мало кого интересует. Оно просто в одно ухо вылетело, другое вылетело. Когда это касается конкретной ситуации, здесь, конечно, эффект, эмоциональный эффект другой. К сожалению, наш город построен таким образом, что мы обречены на транспортные проблемы. Плотность застройки города самая высокая среди всех столиц мира. Одна из самых. Может, я не знаю, там, Мексики, может, что-то такое подобное вы видите. А площадь дорог относительно этой застройки тоже в разы, но не больше, а меньше. И когда мы складываем колоссальную застройку и узенькие дороги московские, и радиальное их направление, при которой работает только 10% дорожной сети, мы совершенно четко понимаем, что город обречен на транспортный коллапс, если ничего не делать. Собственно, все города мира проходили через это. В той или иной степени. С такой проблемой, с большей, с меньшей, но все равно проходили. И все приняли для себя одно решение. Не строить хайвеи в центре города, а определить приоритет для общественного транспорта, чтобы люди физически могли по этому городу передвигаться, чтобы автобусы не стояли вместе в одной пробке с автомобилями. Иначе будут все стоять. И пассажиры общественного транспорта, которые на всякий случай, две трети в городе, и автомобилист. Никто не будет ехать. Мы должны дать возможность людям передвигаться по городу. То есть предпочтение вы отдаете в данном случае общественному транспорту? Мы выделяем приоритет общественному транспорту. И это долгосрочная стабильная политика. Другого выхода, к сожалению, я бы мог обнадежить кого-то, другого выхода нет. Ни у нас, ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Пекине, ни в Сеуле. А вот это то, что в Лондоне ввели некий тариф за въезд в центр города. И таким образом, вроде бы, я не знаю точно, но вроде бы ограничили немножко количество машин, и мы уже чуть-чуть разгрузили дороги. У нас это нереально? Это нереально. И мне кажется, это избыточная мера. Избыточная? Избыточная. Потому что она плохо контролируемая. Очень много людей живут в городе, в центре города. У них автомобили. Разделять людей, которые живут в центре, которые не в центре. Это, мне кажется, не очень технологично, с одной стороны, и не очень справедливо. Но ограничивать въезд в центр города другими способами, и путем приоритета общественного транспорта, и путем наведения порядка в парковочном пространстве, очень нужно. Вы посмотрите, да, Владимир Ильич, вы же часто бывали в Нью-Йорке. Вот в центре Нью-Йорка, вы много увидите машин, частных машин? Или больше увидите такси? Конечно, такси. Конечно, такси. Сегодня в центре города такси вы не увидите. Это означает, что совершенно перекошена структура транспорта. Сергей Семенович, смотрите, в Нью-Йорке, уж если вы сослались, очень много подземных гаражей в центре. Один час стоянки, один час, стоит 15 долларов. Если вы на день поставили машину, это около 100 долларов. И многие даже не приезжают, потому что запретительная цена. У нас же нет этих гаражей подземных, стоянок подземных. Это проблема же ведь. У нас сегодня есть подземные стоянки, которые заполнены на 30%. На 30? На 30. Почему так? Не более того. Как раз потому что на улице можно бросить машину бесплатно, причем не просто там, а там, где тебе удобно. Прямо поперек магистрали. Зачем ехать в какую-то стоянку, платить деньги? Это очень неудобно и дорого. Поэтому проще бросить прямо на дороге. Пусть она мешает совсем. Но это удобно. Я правильно понимаю, что вы не сторонник таких жестких запретительных мер? Нет. Но стимулирующих мер, которые будут все-таки стимулировать для того, чтобы люди ездили на общественном транспорте, особенно в центр города, это, конечно, нужно. Мы без этого не обойдемся. А какая? Вы можете назвать меру хотя бы одну, которую вы предполагаете ввести? Я же об этом и говорю. То есть мы должны отрегулировать парковочное пространство в центре города не только за счет строительства подземных гаражей, но и того пространства, которое сегодня занято под парковку. Таким образом, чтобы там парковалось оптимальное количество машин, которые могут в себя вместить в центр. Смотрите, я не бываю или редко бываю в спальных районах. У меня есть очень близкие люди, которые там живут. Они говорят, что за этот год кардинально изменилось положение со стоянками. То, что просто нормально можно ставить машину. Там огромная работа провела, и они прямо счастливы. Они дают вам, как сказали, не сто очков, а гораздо больше. Так что вот имейте это в виду. Но вот вы же мне и говорили как-то, что в центральном административном округе проживает 700 тысяч с чем-то человек, а рабочих мест более двух миллионов. А это значит, что каждый день приезжает в центр около двух миллионов и уезжает. Это же ведь... Но что с этим-то можно делать? Какой выход здесь-то? Сократить количество рабочих мест в центре? Вот это то же самое, как и везде. Если сказать, езжайте куда хотите, ставьте машины куда хотите, мы будем иметь то, что мы сегодня имеем. Транспортный коллагерь. Если обеспечить людей нормальным общественным транспортом, метро, автобусами, такси, то, во-первых, появится возможность на чем-то приехать в оптимальные сроки, а во-вторых, все-таки центр, он не резиновый, в нем должно быть столько парковочных мест, сколько это возможно. Сегодня парковочные места есть. Люди паркуются, но они паркуются где? В основном на магистрали. Надо определиться, сколько мы можем позволить в центре города парковаться. Пусть это даже на улицах, но не на основных. На части тротуаров. Такая практика есть и в Берлине, и в других городах. Ничего с этим не сделаешь. Это как временная мера дойти, пока не будут подземные паркинги построить. Вполне нормально. Но если город вмещает, к примеру, 200 тысяч машин в центре города, и больше он не вмещает ни по пропускной способности дорог, ни по стоянкам, то мы, конечно, стояночное пространство должны ограничивать и жестко администрировать. Ведь сегодня, чтобы выписать штраф для водителя машины, который запарковался в запрещенном месте, что требуется? Требуется, чтобы полицейский подождал этого гражданина, выписал ему квитанцию на 300 рублей, причем стоял и дождался, пока он подойдет к машине, потому что он не может на машину выписать штраф. Почему? Потому что... За границей, просто под дворником и все? Абсолютно. Вот такое законодательство сегодня и принято, и оно вступает с 1 июля следующего года. Методом даже фотофиксации, штрафуется не водитель, а владелец машины. Вся эта процедура упрощается, и я думаю, что в течение будущего года мы значительно продвинемся в плане наведения порядка в парковочном пространстве. Всем хочется парковаться где угодно, но все должны понимать, что беспредела на дорогах не должно быть. Без этого мы ничего не добьемся. А вообще кто строит паркинги? Частные компании в основном. Частные. Выгодные дела, очевидно. Ну вот, к сожалению, сегодня ситуация такова, так как сегодня можно стоять где угодно, это не совсем выгодное дело, потому что они пустуют. Но я думаю, что в ближайшую перспективу это будет выгоднее бизнес. А скажите такое юридическое соображение. Вот расширение Москвы. Нельзя ли перевести в новые районы Москвы, так называемые, некоторые учреждения, в том числе и государственные, чтобы там люди работали, и таким образом немножко освободить центр. Ведь ненормально, что в центре сосредоточена вся власть. И Сенат, и Дума, и все-все-все. И масса министерств. Вы не предполагаете? Ну, я не знаю. Это предполагает президент. Вы помните, он сказал о том, что все-таки федеральные органы власти должны переехать на новую территорию. Но дело-то в том, что в центре Москвы сосредоточены не только федеральные органы власти. Здесь сосредоточен образовательный центр. Здесь десятки университетов. Здесь научно-исследовательский институт. Здесь, по сути, финансовый центр, здание основных банков, финансовых корпораций, штаб-квартиры и так далее. Здесь не один центр в центре, а целый слойный пирог из различного рода функционалов. Более того, две трети торговли, доходов торговли, две трети тоже торгуются в центре. Все это вместе складывается, как раз дает тот колоссальный перекос к географии рабочих мест и мест проживания. Поэтому, конечно, для Москвы очень важно, с учетом новых территорий, не застраивать ее, так как сегодня застраивать, с окраины Москвы огромными небоскребами жилыми, без единого рабочего места, не усугублять ситуацию, которая сегодня сложилась, а постараться как можно больше вынести новых рабочих мест на новые территории, создавать новые кластеры, и научные, и образовательные, и финансовые, и правительственные. Это единственное спасение для Москвы, для того, чтобы она более гармонично развивалась. А не то, что сегодня происходит, когда моноцентрично в одном центре сконцентрированы все рабочие места, а в радиусе 20 километров от него строятся жилые массивы, практически без рабочих мест, создавая с каждым разом, усугубляя этот транспортный коллапс. Более того, это все находится в одной точке. Нам как минимум надо второй центр развития создать. Полицентричную модель развития. Это важно очень для развития города, для его будущего, для его экономики. Потому что сегодня мне задают вопрос, Сергей Семенович, а вы вот с этой территории, там громадные затраты, не пострадают ли москвичи, может у них там социальная защита ухудшится, денег меньше будете на развитие Москвы давать. Это проект как раз наоборот. Проект, который позволит Москве иметь стабильную развивающуюся экономику, стабильную доходную базу на будущее, на годы вперед. Потому что сегодня, когда вот это все сжато, становится некомфортно не только для простым москвичам, но и для бизнеса. И он потихоньку начинает вымываться из Москвы, переезжая в другие города, в Весе, под Москвой. Это для Москвы, которым такой объем накопленных обязательств, в том числе и социальных, очень опасный процесс. Да и вообще, собственно, город должен развиваться. Вы знаете, на прошлой неделе у меня гостем программы был первый вице-премьер Игорь Иванович Шувалов. И он говорил о том, что одна из проблем, это то недоверие, тот скепсис, который есть у очень многих людей в стране по отношению к любым решениям власти. И что это действительно проблема? Потому что нельзя решать проблемы, если люди к этому так относятся. Вот я хочу вам прочитать одну вещь, которую я увидел. Значит, вот вы сказали, мы поставили себе задачу отремонтировать все дороги в Москве, это вы в августе сказали. Мы эту задачу уже на 80% реализовали, и в ближайшие месяц-два завершим работы. Теперь, вот на дворе октябрь. Мы видим на проспектах красивые такие билборды. Там написано, я своими глазами видел. Все дороги, требующие ремонта, отремонтированы. Вы же понимаете, что это не так. Я вам, как водитель, я сам за рулем, могу сказать, что есть еще дороги, которые требуют ремонта. Да. Покажите. Хотите, поедем. Да, поедем. Поедем. Потому что такая вот мелочь, она сразу и играет на скептиз. Ну вот, и так далее. Я сегодня перед вами, перед передачей зашел на Кубок Кремля, и выходя оттуда, молодой человек так схватил меня за руку, говорит, можно автограф? Я говорю, пожалуйста. Сергей Семенович, я никому в жизни не говорил спасибо, вам говорю спасибо за то, что дороги в Москве стали приличными. Это правда. Стали много лучше. Ну, это не идеально, я согласен. Но идеального вообще очень сложно достичь. Значит, смотрите. Владимир Богоделов, вот вы знаете кто ты, да? Он вспоминает время, когда вы были губернатором Тюменской области. И он говорит о вас так. Пресса существовала сама по себе, губернатор. А кто такой? А вы не знаете? Это руководитель Тюменского медиахолдинга. Да что вы говорите. Есть такой медиахолдинг? Вот видите, как это... Вот он значит прав, очевидно. Наверное. Потому что он говорит, что пресса сама по себе, губернатор сам по себе. Никакой реакции на наши публикации. Собянин просто ушел от общения с прессой. Это вообще... У вас такой принцип? Ну, ее пресса пускай пишет и говорит, что хочет. Бог с ними, я буду делать свое дело. Для меня это откровение вообще. Правда? Да, конечно. Потому что столько, сколько я общался с прессой в Тюмени, это было на порядок больше, чем последние пять лет в Москве. Интересно, что же он такое придумал. Да, и если вы посмотрите по рейтингам губернаторов, перед тем, как переезжать в Москву, у меня рейтинг был самый высокий в стране. Это невозможно достичь. Значит, человек говорит неправду. Что ж тут делать? А вообще иногда средства массовой информации врут. Ну, они могут... Не врут, ошибаются. Да, ну вы политкорректно, а я-то нет. Значит, очень интересную историю, смешную историю я прочитал. Значит, Маргарита Лукьянова, неважно кто. Значит, рассказ такой же. Вы говорили, когда учился в классе в 10-м, у нас забеременела комсорг. И надо было заменить его человеком, который наверняка не забеременеет. В результате я стал заниматься государственными делами. Это вопрос такой. Не дословно, но примерно так. А вы смотрите, если бы не забеременела комсорг, вот вы бы куда пошли-то? Все равно пришли бы в это. Вот мне просто любопытно. Случай ведь. Наверное, шило в мешке не утаишь. Рано или поздно активная позиция жизни, она бы дала о себе знать. Но действительно, первым толчком было, первой моей общественной работой, это должность комсорга в 10-м классе. Да, это вообще поразительная вещь. Вы не пьете? Совсем? Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Не курите? Нет. Не курите? Но курил. Курили. Когда бросили? Лет 30 с небольшим. Я почувствовал, что я от курения устою больше, чем от работы, сказал себе, но нет. Вам было лет 30 с небольшим? Да. А сейчас вам сколько? А сейчас 50 с небольшим. Понятно. Значит, 20 лет как не курите? Да. Было где-то написано, что на разных приемах бывало так, что была для вас особая бутылка водки, в которой не было водки, а была вода. Это обычный приемчик всех начальников, которые хотят пить до дна со всеми, но желания особого нет. Приемов много, а ты один. Это верно, если говорить, что вы не либерал? Ну, смотря что вкладывать это слово. На самом деле, на моем счету, очень много либеральных реформ. Но либерал в том понимании, в обыденном понимании, я не либерал. Я на работе не либеральничаю. Я считаю, что государственный служащий должен быть как солдат. Он должен исполнять. Конечно, есть еще и штаб, который должен обсуждать. Могут быть разные мнения. После того, когда решение принято, все должны его четко и неукоснительно исполнять. Иначе ничего не получится. Как понимать вашу фразу? Я не считаю, что журналист может быть свободным по определению. И пресса у нас не может быть свободной. Ну, вообще, абсолютная свобода. Не, не абсолютная. Ну, вообще, абсолютной свободы не бывает. И журналисты, и мы. Мы связаны с своей ментальностью, своими профессиональными обязанностями, редакторской политикой, если это касается журналиста, своими пристрастиями. Ну, это бесспорно. Абсолютно объективно быть невозможно. Тогда, если я позволю задать более прямой вопрос, вы считаете, что средства массовой информации должны зависеть от власти в какой-то хотя бы степени? Я думаю, нет. Средства массовой информации, самое главное, что они должны делать, на мой взгляд, они должны быть максимально объективными. Они не должны быть ни за власть, ни против власти. Если пресса против власти, это уже политика. Но мне кажется, что объективная журналистская работа, она должна быть объективной. Она должна показывать реально, что делает власть, какие есть возражения, какие есть аргументы. Но это максимально все-таки должно быть профессионально и сбалансировано. Ну, мне так удобнее, на самом деле. Я считаю, что это лучше для читателей. Они должны понимать, они... Зрителя. Для зрителя, для читателя. Это все-таки должна быть наиболее полная профессиональная информация для того, чтобы он ориентировался, что происходит в городе, в жизни, в стране. Говоря о Москве, вы сказали так. По уровню благоустройства, по уровню комфортности, на мой взгляд, Москва не так сильно, непринципиально отстает от других городов. Ну, ключевые слова здесь, конечно, на мой взгляд. Потому что на тот же взгляд иностранных агентств рейтинговых, Москва занимает 70-е место в рейтинге качества жизни среди 80 крупнейших мегаполисов мира. И, кстати, об этом говорила Марина Оглоблина, которая является главой департамента экономической политики в вашем правительстве. Она сказала так. Москва является городом удобным для работы и бизнеса, но имеет большие проблемы для жизни. Так? То, что касается рейтингов, Владимир Владимирович, я смотрел разные рейтинги, когда мы изучали рейтинги финансовых центров, и убедился в удивительной вещь. Каждый город формирует для себя группу экспертов, которые определяют его рейтинг. В Нью-Йорке своя группа экспертов, в Токио своя, в Берлине своя, в Лондоне своя. У нас нет такой группы экспертов, мы на последнем месте. Но если вы приедете сами в город, посмотрите, как организована жизнь. Причем не только в центре города, но на окраинах. Окраины Москвы принципиально не отличаются от центра. Это вообще удивительный феномен, потому что в большинстве городов есть районы в том же Нью-Йорке, куда просто невозможно зайти. Лучше нет, да. В Москве такого нет. И сегодняшняя наша программа, которую мы реализуем, мы стараемся сделать, чтобы любой двор в Москве, в северном округе, в южном округе, в восточном, в центральном, выглядел максимально комфортно. Мы не делаем никакого различия в этом плане. Я процветил Марину Оглоблину, которая входит в вашу, так сказать, Вы допускаете вот такой плюрализм, когда кто-то, работающий у вас, высказывает мнение, возможно, не совпадающий с вашим? Я ничего плохого не сказал. В принципе, я согласен. То есть вы допускаете это, да? В работе – да. В общении, в обсуждении – да. А нет? А нет, когда идет исполнение. Ясно. Хорошо. Что я хотел еще вас спросить. Я не знаю, в курсе ли вы, в Париже били систему сначала, велолип, когда кругом станции велосипед, все велосипеды, и можно карточкой взять велосипед, поехать и оставить его на другом месте. И таким образом не ездить на машине. Сейчас они ввели систему автолип, где автомобили одинаковые все, принадлежащие городу, паркуются у специальных стоянок. Вы карточкой можете взять, поехать куда-то, на другую стоянку и оставить. Таким образом сильно разгружается город. Вам такая идея не нравится? Очень нравится. Я знаю об этой системе, она мне очень нравится. Несмотря на то, что Москва – северный город, на самом деле даже… Велосипеды – ладно, но машины. В новых северных городах, во многих северных городах, велосипедный транспорт играет серьезную роль, и он с каждым годом набирает и набирает оборот. В Москве какая проблема? У нас настолько мало дорожное уличное пространство, что внедрять туда даже велосипедные дорожки крайне тяжело. Конечно. Мы попытались сделать это в МГУ. Сначала проложили по дороге. Вынуждены были убрать, потому что невозможно. Транспорт, автомобили, которые не очень-то уступают дорогу велосипедистам, вынуждены были проложить его по газону в основную часть. Вынуждены, но сделали. Сегодня мне принесли практически по всем округам Москвы концы прокладки велосипедных трасс. Мы сегодня начинаем детально прорабатывать по каждой магистрали. Более того, сейчас в Москве сформирована программа реконструкции 16 основных магистралей. И в них во всех будут предусмотрены велосипедные дорожки. Это такая большая программа. Стоянки для велосипедов тоже так же? Ну, естественно, если дорожки, то и стоянки. И, конечно, они все должны привязываться к торговым большим центрам, к транспортно-пересадочным узлам, железнодорожным платформам и так далее. Но это непростая работа в условиях Москвы. Поэтому здесь, конечно, надо делать осторожно, но, тем не менее, последовательно. Прежде чем уступить место моему другу Марселю Прусту, я вам задам последний вопрос. Значит, ну вот нравится вам или не нравится, но прошедший год, в течение последнего года, не могли вас не сравнивать, вольно-невольно, с вашим предшественником. И, наверное, не всегда ужасно комплементарно. По-всякому. Вот есть понятие, мы так говорят, Лужковской, вот это, Лужковской, то как положительно, так отрицательно. Лужковские пособия, Лужковские небоскребы. Вот вы бы как хотели, когда-нибудь, не после первого года, но когда-нибудь, чтобы говорили, Собяниновское, вот это, Собяниновское, то. Когда, что к вам приходит в голову? Это непростой вопрос. Одним словом, сложно ответить. Но для меня важно изменить было идеологию развития города. Во всем. Ни в одном, не только велосипедной дорожке, не только во дворе, не только в больнице, поликлинике или в транспорте. Идеология в целом города, город должен повернуться лицом к людям, чтобы во всем, если мы берем медицину, главный должен быть пациент, не врач и не руководитель здравоохранения. В школе должен быть ученик. Если дорога, то там, в первую очередь, это приоритет для общественного транспорта, для пассажира, для автобуса. И так далее, и так далее. Если мы говорим о градостроительной политике, то главное должен быть не сверхдоход от девелопера, который задумывал в центре города забабахать 50-этажный небоскреб. А жители, которые окружают этот район, они не хотят, чтобы этот огромный билдинг появился. Если мы во все сферы жизни будем внедрять эту идеологию, чтобы мы все-таки видели, в первую очередь, не бизнес, не финансы, не сверхдоходы, а человека, на самом деле, в конечном итоге, и для бизнеса будет комфортнее, и для экономики будет комфортнее. Город комфортный для жизни, он комфортен и для бизнеса, и для развития финансового центра. Если мне удастся последовательно, год из года проводить эту идеологию, я буду считать это успехом. Марсель Пруст, хотел бы задать вам 10 вопросов, на которые требуется короткий ответ. Какое качество вы более всего цените в мужчине? Нацеленность, на конечный результат. А в женщине? А в женщине это доброта. Каково или что вы любите больше всего? Наверное, жизнь. Каким бы талантом вы хотели бы больше всего обладать? Провидением. Что вы считаете своим главным достижением? Главным достижением? То, что я есть такой, какой есть? Если бы вы после смерти могли бы вернуться кем-то или чем-то другим, что бы это было? Честно говоря, я над этим вопросом много думал и думал, а может изменить жизнь? Но каждый раз приходил к выводу о том, что человек не может изменить свою жизнь, потому что он такой, какой есть. У него такой характер. Поэтому вряд ли мне это удалось бы сделать. Какое ваше любимое занятие? Работа. А ваша главная черта, как вы ее определяете? Наверное, совестность. У вас есть литературный герой? Сейчас нет. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Вряд ли бы попросил прощения. Я бы ему сказал спасибо, что он дал мне жизнь и дал возможность ее прожить полноценно. Это был мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Спасибо большое. Спасибо. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на днях дал интервью трем российским радиостанциям. И в частности он сказал, что Москва, я цитирую его, готова рассмотреть реабилитацию жертв в Катыни. Я чуть не понял. В Катыни было расстреляно несколько тысяч ни в чем не повинных польских офицеров. Если, конечно, не считать вину, что они были поляками. Напомним, что... Я хочу напомнить вам, что Польша не состояла в войне с Советским Союзом. Более того, Красная Армия вошла в Восточную Польшу под знаком защиты своих соседей. Это было в 1939 году, 17 сентября. И шла и шла на Запад, пока не встретилась с немецкими войсками. А встретившись с ними, устроили такие совместные парады. Значит, вместе шли парадом советские и немецкие солдаты, а на трибуне стояли советские и немецкие офицеры. Офицеры немецкие выкрикивали «Хайл Хитлер», выбрасывая правую руку. Ну, а советские просто брали под козырек. Это, кстати, если вас интересует, эти есть ленты, их можно посмотреть в Госфильмофонде. Они вполне доступны. В архивах, пожалуйста, если вы думаете, что я что-то придумал, проверьте. Так вот, польские эти офицеры были пленены не в результате военной операции, а просто их захватили. И по рекомендации Берии и, конечно, согласия Сталина, они были все расстреляны, все до одного. То есть, советская руководство совершило абсолютно тяжелейшее преступление. А теперь мы говорим, что мы готовы рассмотреть вопрос об их реабилитации. По-моему, это звучит очень странно. Может быть, не дожидая решения Страспольского суда, можно было давно реабилитировать их, как ни в чем не повинных людей, а заодно объявить тех, кто указал, что их надо расстрелять во главе с Иосем Виссарионичем преступниками. Может быть, вот это вот надо было бы рассмотреть. Вообще, нет предела ни лицемерию, ни отсутствию совести. Удачи вам и приятных сновидений. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова